Вопрос Михаила о грани между любви к себе и эгоизмом Есть ли она вообще, спрашивает наш слушатель, насколько тонкая и так далее Вы знаете, Мария, я иногда, может быть даже часто, бываю нудным Иногда вопрос делает меня нудным Потому что мне сейчас придется, вот тут про нарциссов уже пишут, про эгоистов, очень долго объяснять Дорогие друзья, 99% людей вообще не понимают, что означает эгоист Слово эгоист Или как наукообразно его называют психологи, эгоцентрист Так вот эгоист это человек, не который живет для себя, любит себя Это человек, который настолько зациклен на своих проблемах неразрешенных Ему настолько плохо, что ему реально глубоко плевать на окружающих Я тут недавно посмотрел такой фильм, но полфильма хорошее, полфильма не очень Называется «Временные трудности» Был такой фильм, главной роли играет Иван Ахлобыстин И очень, кстати, хорошо играет, на себя он там не похож Короче говоря, это история о том, как в семье родился ребенок ДЦП Видели, да, этот фильм? Я слышала про этот фильм Прикольный фильм Ну, в конце, конечно, такой совок совсем уже пошел Это там, где герой Ивана Ахлобыстина заставляет ребенка с ДЦП пойти, потому что он должен преодолеть себя Ребенок, короче говоря, он чувствует себя инвалидом, его все обижают, шмарят, унижают в школе, бьют А отец ему говорит, сынок, да, у него реально ДЦП, он ходит на костылях, ну, у него руки не слушаются, одна рука вообще висит А отец ему говорит, сынок, ты не инвалид, ты здоровый, это просто у тебя временные трудности И так практически он все время его вытаскивает изо всех ситуаций, говоря, подожди, подожди, ты здоровый человек, ты такой, как все и так далее И в какой-то момент, там такой тяжелый, значит, момент, когда он вообще перестает ходить, ребенок напрочь У него какой-то стресс, и он потом лежит и не может встать, и врачи говорят, мы ничего сделать не можем И тогда отец его возит в лес за 100 километров, кидает его в болото и говорит, ну, ты ползи до дома 100 километров И тот, вот он все не может встать, он пытается встать, он не может Встал он, когда на него медведь, просто встал и пошел Тут он, конечно, встал И отца его с ненавидением никогда больше с отцом не разговаривал и не общался с ним Вот И дальше такой, значит, момент, когда он, типа, самый крутой кризис-менеджер России Показывает такой зал огромный, 20 тысяч человек Он выходит, кстати, я думаю, это Ахлобыстин сам придумал, Ахлобыстин сам так любит выступать Ударит в барабан и чем-нибудь скажет, ударит в барабан и чем-нибудь скажет Видимо, кто-то думает, что это прикольно, я так не думаю Ну вот И он говорит очень интересную речь Вот он встал, значит, за эту барабанную установку Он уже ходит нормально, ну, ДЦП при нем, конечно Но гораздо быстрее бегает И вообще очень успешным стал человеком Вот И он говорит, я родился с асфиксией У меня на ДЦП я ходил на костылях, а он, еще раз повторяю, как бы по кино главный кризис-менеджер России И 20 тысяч человек, это все бизнесмены России И он им говорит, скажите, пожалуйста, неужели вы считаете, что я ваши проблемы считаю проблемами? Это вообще ни о чем А я вот как жар жил, когда я полз, когда меня били, я ходил на костылях Вот это проблема А вы вообще ни о чем Поэтому я самый лучший кризис-менеджер Так вот я хочу сказать Эгоисты это люди, зацикленные на своих проблемах А нарциссы это люди, которые себя вообще не любят Но большинство людей утверждает, что нарциссы это самовлюбленные люди А эгоисты это люди, которые думают только про себя Они не про себя думают Они думают о том, как им плохо, и они не видят из-за этого других людей Люди, которым хорошо, которые реально живут для себя Они очень добрые, и они помогают всем остальным Друзья мои, у многих из нас неправильные понятия, достаточно известных слов Добрый вечер Здрасте Алло, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Юля, у меня вопрос такой Я, короче, когда была маленькая, у нас было очень много денег И потом, когда я была студенткой, тоже было не очень много И как-то я спросила Вика, а сейчас вы старше, денег все больше и больше Ну, сейчас нормально, да Я подрослела, деньги стала зарабатывать Все стало на свои места И в тот момент, когда я была маленькой И потом, когда я была студенткой Я как-то, чтобы не так переживать, что денег не хватает Вот столько всего хочется Я начала убеждать себя, что мне не очень-то все это и нужно То есть, в принципе, я могу там чем-то и попроще обойтись И поехать, может, в какую-то страну подешевле И сейчас я понимаю, что я в такой ситуации, что мне абсолютно не жалко тратить деньги на других На друзей, на родственников, на людей, которых я люблю Но я себе до сих пор жалею И я не... То есть, потому что у меня все еще работает эта психология Что, а зачем мне покупать дорогого, если я, по большому счету, могу обойтись Стоп, 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 вы знаете, нет Вы же тратите деньги на других людей Вы им тоже могли подешевле взять Что же им подешевле-то не берете? Нет, и психология срабатывает Ну вот, я бы хотела знать, какая психология срабатывает Это оно Вы себя не любите Вы не считаете себя настолько большой ценностью, что тратят на себя деньги Говоря по-русски, у вас невысокая самооценка И ваших родственников любите больше, чем себя Это правда Ясно, я поняла Подумайте об этом Спасибо за передачу Вопрос про любовь к себе За какой период можно отремонтировать себя по вашим правилам Полюбить себя, Сергей спрашивает Сергей, ну все шесть правил это тяжело ремонтировать себя Что, Мария, хотела? А гарантия на ремонт есть у вас, Михаил? Небольшая Мы потом побрем в конце Вот Я что хочу сказать Давайте я, Сергей, скажу, что нужно сделать Не будем до конца программы томить слушателей А вы решите, сколько у вас это времени займет Любовь к себе, ее можно потрогать руками Самооценка высокая, можно пощупать Это очень конкретные вещи Например, вы вообще не делаете то, что вы делать не хотите Ни по какой причине Вот Настолько вы выстраиваете свою жизнь Так как вам хочется жить Что вы не прогибаетесь И ничего не делаете Рассказывая про маленьких детей Про суду на квартиру и так далее Наверное, в жизни бывает страшная история Где человеку приходится делать против своей воли что-то Но большинство людей не участвует в войне Большинство людей живет не так, как хочет Из-за страхов Ходит на работу, которую не любит Живет с человеком, которого не любит Вообще все не нравится, но человек этой жизнью живет И вот она трагедия Как-то объясняет себе, что не может Вот как сейчас девушка звонила, что боится страхи и так далее Но если вы хотите, Сергей, себя полюбить И поднять свою самооценку Вы должны стараться делать все, что вы хотите Вы не должны терпеть то, что вам не нравится Это только начало Потому что у нас звоночек Добрый вечер Добрый вечер Здрасте Спасибо вам за передачу Я только уже не знаю даже о чем говорить Потому что вы в своем аналоге все сказали Все верно абсолютно Раньше себя не любил Сейчас люблю себя полностью Все зависит от своего восприятия себя От того, как ты относишься к твоим поступкам Жизнь налаживается Все становится абсолютно хорошо Когда ты себя любишь Работа тебе начинает нравиться Твоя жизнь начинает тебе нравиться Все становится абсолютно по-другому Спасибо большое Но жить с любовью это и есть счастье А несчастье это жить без любви Как сказал Чехов В человеке все должно быть прекрасно И кокарда, и погоны, и лампасы Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Михаил и Мария Насколько я помню сегодня в эфире Меня зовут Ольга Я из Москвы У меня такой вопрос Немножко с предысторией Будет быстро Пожалуйста Смотрите, ну как бы Если я помню детство, там и всю юность У меня всегда все получалось И меня иногда даже это удивляло Думаю, вот за что Вот берусь, хочу, иду И все получается То есть я таким счастливым человеком Достаточно жила очень-очень долго Я даже помню, как-то Помню, мужа выбрала Говорю, хочу, нравится Надо с этим парнем замутить Он мне нравится И в общем-то он так и стал моим мужем Проблемы как раз случились В замужестве В какой-то момент Какие-то мелкие такие Ну, просьбы Я бы так называла Там, вот мне не нравится Как ты там это делаешь Потом не нравится Думаю, ну ладно Я исправлюсь, пойду дальше Вот по вашим принципам Которые сейчас слышу Ну, хочу, живу Или не хочу, ухожу Да Ну, я думала так Окей, я готова с этим жить Я могу здесь исправиться Здесь исправиться У нас минуту до перерывчика Имеется в виду Да, в какой-то момент У меня этот объем Накопился Вот этого вот Исправить настолько Что я пришла к тому Что я вообще Ничего не умею Ничего не хочу И как бы В себе разуверилась Вот что это было Вылисти мне помогли Ваши передачи Из этого состояния Что меня постоянно Вот это вот куда-то утапливали Вот в чем Что это было Для меня сейчас Как бы Все вернулось То есть вы жили-жили Да А потом что произошло Я не очень понял Если честно Ну, я вышла замуж И в какой-то момент Но в какой-то момент Где-то муж Начал потихонечку Такими капельками Вот То, значит Это тебе не нравится Вам не нравится Там ты Это не так делаешь Муж вам так говорил, да? Да Ну, он потопил Я вам объясню Он потопил Вашу самооценку Он и утопил Конечно Когда вас критикуют А это как раз Проявление нелюбви Во многом Критиках Вот А постепенно Вы теряете веру в себя А если человек Является для вас значимым То тем более А я тем временем Сообщение из Лондона Зачитаю Пожалуйста А, так Потеряла Представляете? Эклона Подождите Екатерина Екатерина пишет Я выросла в многодетной семье У меня три сестры Мы погодки Я самая старшая Не знаю, как это бывает Но тем не менее Моя мама всегда делила поровну И лучше отдавала нам Например, самая красивая ягода Всегда доставалась нам А она выбирала себе Соответственно Похуже И вот я выросла И замечаю за собой Что своей дочери И даже мужу Я отдам лучшее Даже если я очень хочу съесть Эту самую вкусную Самую красивую ягоду Скажите Это не любовь к себе Или это нормальное проявление Ведь я очень люблю Шикарный вопрос Вот я обожаю такие вопросы Ну такого парадоксального характера Это не любовь к себе Это раз Дело в том Что женщина Екатерина Пишет вот что Я отдам даже Когда я сама хочу съесть Дело в том Что обычно У человека У которого есть дети Или какие-то Люди Которых он любит Он ее не хочет съесть Когда он отдает ребенку Вот когда я ребенку Что-то даю Я это не хочу То есть в тот момент Когда я делюсь Я от себя ничего не отрываю Потому что Видимо У меня пропадает Потребность Это хотеть И ребенок Как бы Сказать Перекрывает что ли Был у меня случай Который я буду помнить Всю жизнь Много-много лет назад Был я женат И помню Сидели мы С женой И с ребенком У ребенка было года 3 У тещи дома И тут к тещи Приехал брат Брата было лет 65 У нее была пятая жена Сорокалетняя И пятилетняя дочь И вот значит сидит Теща Тесть Я Жена Моя дочь Сидит брат тещин Его жена Пятая по счету И его пятилетняя дочь И на столе Мари Одна конфета И его Братова тещина Пятилетняя дочь Тянет свою детскую Ручонку К этой конфете Папа это Замечает Перехватывает У него реакция Получше будет И быстро Сосовывает себе В рот Весь стол В шоке Потому что Такого не видел Никто Потому что Негодяй Значит У ребенка Фактически Изо рта Вынул конфету Последнюю И Все на него Смотрят с недумением Он сказал Великую фразу И запомнил ее На всю жизнь Он сказал Дожевывай конфету И ласка Выглядя В дочери в глаза Доча Мы уйдем Гораздо раньше Ты еще свое Поешь Я вот сколько лет То пошло Я уже развелся Где-то как 25 назад Помирать буду Не забуду Дочь наверное Тоже До сих пор Сидела Да Сидела Вообще все сидели Анимев Я ржал Правда Часа два Что вы предлагаете Кате Какой некий механизм Вот Катя Кочет вкусную ягоду Да Я отвечаю Значит Дорогая Катя Если вы хотите Сесть Самую вкусную Конфету Самую сладкую Землянику Съешьте на здоровье А если вы хотите Отдать ребенку Отдайте ребенку В чем конфликт Противоречия Когда вы хотите Съесть А отдать вы Не сколько хотите А сколько понимаете Что это правильно Потому что я Взрослая тетя Это маленький ребенок Я люблю Как целая В голове схема В общем-то Завязывая На чувстве Вины Что если Я съем конфету Или Как это Без чувства Вины Всякие Тещин брат Вообще просто Негодяй Я не знаю Жив ли он еще Так вот Если Вы Отдаете Лучше Ребенку Чтобы не испытывать Потом чувство Вины А то Чтобы потом Не заснете Как так Я съел Ребенку Я не дала То лучше Съешьте сами Чтобы избавиться От чувства Вины Когда у человека Нет противоречия Когда Вот например Ну мы все Да ходили с детьми Не знаю Там В лес По ягоды По грибы Собирали И вот вы видите Когда она Самая крупная Но вот я себя Помню Мне в голову То есть не приходило Я до этого Мысль свою Не доводил Вот Если ребенок Конечно уже Обожрался Его же просто Укачивает Тут можно поесть А когда вы хотите Я считаю Вы должны съесть Вы спросите А как же ребенок Вспоминаем Тещиного брата Вы умрете Раньше Чем ребенок Ребенок Своё еще съест Очень хороший вопрос Является ли Курение Алкоголь И другие Мании И фобии Психиатр Говорит Фобии Нелюбовью К себе Ну во первых Часть Этих вещей Является Заболеванием Это не вопрос Любви Это вопрос Психических Проблем Курение Алкоголь Это не любовь Себе Это зависимость Это разрушение Жизни И так далее А вот Мания И фобия Больше Особенно Фобия Больше Относится К независим От граждан Причинам Хотя В определенном Смысле Курение Алкоголь Тоже Является Зависимостями И Тоже Не всегда Волей Человек Решить Эти Проблемы Но У человека Есть возможность Лечиться И вылечиться Он может Точно От всех Этих Перечисленных Проблем Есть Блок Вопросов В Ватсапе От родителей Как воспитывать Детей Чтобы они Себя Любили Ой Это очень Простой Ответ Надо Чтобы родители Себя Любили Можно Потом Не воспитывать А если Родители Себя Не любят А воспитывают Любящих Из этого Ничего Не получается Смотрите Что Алексей Пишет Из Ставрополя Встречается С девушкой И живет Пять месяцев Но Начинаю За собой Замечать Что начал Немного Критиковать Девушку Что Что-то Без меня Купило Что Мне Не нравится То Критикую То Что Она Немного Полненькая Можете Мне Дать Совет Как Избавиться От Такой Дурацкой Привычки Еще Раз Это Мужчины Пишут Алексей Я бы Поменял Девушку Вот Это Мой совет Мария Так смотрит Меня удивленно Но Смотрите Алексей Предпринимает Попытку Что бы Делать Что бы Не критиковать Похоже Алексей Других Немножко Подкритиков Давайте Капнем Глубже Еще На пол Штыка Штыковой Лопатки И что Мы Увидим А кто Критикует Других Людей Те Кто Себя Не Любит Мари Дело В том А вы Знаете Что это Дайте Есть такое Выражение По-русски А Ларчик Просто Открывался Оказывается Это неправильная Фраза Знаете Об этом Да Напомните Но Есть басня Крылова И там Есть последние Слова А Ларчик Просто Открывался А оказывается Фишка В другом Ларчик Просто Открывался То есть Не что то Что вы подумали Его открыть Надо было А не Смысль Что он Просто Открывался А не Сложно И сколько Мне лет Я с вами Басни Помню Оказалось Что Все по-другому Это очень Интересный Момент Друзья мои Давайте На нем Тоже Остановимся Он важный Рассказываю Люди Которые Принимают Себя Любят Себя Целиком И полностью Они Очень Лояльны К другим Они Вообще Никого Не критикуют Почему Они Настолько Великодушны За счет Любить Себе Что они Прощают Всем остальным Их Маленькие Слабости А вот Люди Которые Себя Не Любят Они Полностью Переночат Нелюбовь На Ближнего И Тогда Их Начинает Все Раздражать Ближним Внешность Манера Говорить Походка Тембр Голоса Вот Все Подряд Все Просто Раздражает Если Алексей Ставрополь Хочет Что-то Сделать С этой Проблемой Он Не Может Он Может Конечно Закрыть Рот И не Критиковать Тогда Он Изнутри Начнет Взрываться Потому Что Он Когда Критикует Он Сливает А Когда Он Не Говорит Раздражение Никуда Не Сливается И Если Он Хочет Проблемы Решить Ему Надо Принять Себя Еще Любопытная Вещь Когда Один Человек Критикует Другого Он Пытается Таким Образом Поднять Свою Самоценку За счет Другого Человека То Типа Вот Ты Не Так Делаешь Предполагай Что Я Делаю Так Добрый Вечер Добрый Вечер Добрый Вечер Здравствуйте Меня зовут Анна Здравствуйте Анна Я хотела Задать Вам Такой Вопрос Михаил Взаимоотношения С человеком Который Себя Не Любит А Вопрос Вопрос В том Насколько Невозможный Краткая Предистория Легко Да Ну Я Выросла В семье Третьим Ребенком Любимым Любленным В принципе Всю Свою жизнь Простроила Так Как Она Мне Нравится Если Что-то Не Нравилось Просто Менял И Убирал И Вплоть До Того Что Даже Родив Троих Детей Я Развелась С мужем По Определенным Причинам Что Брак Перестал Меня Устраивать Сейчас Я В Можно Можно Либо Дальше Взаимоотношения С Человек Простая Ситуация Во-первых Людей Которые Себя Любят Много И Человек Который Себя Любит Всегда Себя Может Найти Пару Вы Согласны Да В принципе Поэтому Все Опирается В то Насколько Вы Отличаетесь Если Вы Чувствуете Одно И То Вы Вполне Могли Создать Нелюбящие Себя Но Странно Любящие Друг Другу Пару Если Вы Люди Разные Вам Это Все Не Близко Тогда Будут Проблемы Конечно Добрый Вечер Добрый Вечер Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Евгений Я Очень Рад Что Я попал В эфир Ну Сразу Ближе К Делу Свои Желания Это Тоже Я Свои Желания Это Я Единственная Есть Одна Проблема Евгений Что Иногда Это Не Наше Желание А Навязанное Нам Желание Для Того Чтобы Отделить Котлеты От Мух Надо Все Время Стараться Делать То Что Вы Хотите И Тогда Со Временем Вы Поймете Что Ваше А Что Наяженное Обществом Родителями И так далее Ну Бывают Желания Которые Ладно Есть Такое Как Неконтролируемая Ярость Вот И Я Себе Не люблю Ну То есть Я Не конфликтный Человек Но Если Меня Доведут Я Просто Срываюсь С катушек И Это Мне Не Нравится Я Понимаю Что Это Опасно И Поэтому Не Конфликтую Но Это Я Себе Ненавижу И Как С этим Быть Ну Во-первых Давайте Спокойно К этому Отнесемся Вот Есть Такая Вот Когда В армии Люди Проходят Медицинскую Комиссию В частности Психиатра То У многих Ну Немногих У людей Выявляет Психопатический Слад Личности Статья 7b По которой В армии Никогда Не возьмут Даже Перекомиссовки Не будет Знаете Что Это Такое Не Слышал Нет Не Слышал Это Как Спокойный Боец Который Прекрасно Может быть Отличником Боевой Политической Подготовки Но Если Слышивец Начинает Над ним Издеваться Он Может Взять Автомат И Перестрелять Всю Роту Ночью И Такие Случа Известны В армии Это Есть Психопатия Психопатия Ну Такое Часто Пограничное Состояние Бывает Заболевание Зависит От Степени Когда Вы Нормальный Человек Знаете Я Очень Спокойный Но Только Не Надо Со Мно О Любви Говорить Вот Если С вами О Любви Не Говорить Вы Спокойный Но Если Вас Начать Дергать Вы С Катушек Срываетесь И Убить Можете Вы Про Это Говорите Прям Точка 100% Поэтому Это Нужно Ити К Доктору И С Доктором Эту Тему Обсуждать А Ненавидеть Тебя За Это Не Нужно Вы Не Виноваты Ни В чем Надеюсь Вы Еще Никого И Не Убили У Нас Есть Еще Назвоночек Давай Добрый Вечер Добрый Вечер Говорите Пожалуйста У Меня Есть Вопрос Я Прошу Прощение Первый Раз Звоню Оболнуюсь Я Себя Люблю Абсолютно Прекрасно С собой Живу Я Путешествую Одна Абсолютно Мне Это Тоже Очень Нравится Я Могу В ресторан Пойти Одна Поужинать То есть Там Даже В клуб Сходить Ну То есть Мне Это Все Очень Нравится Я Чувствую Себя Цельным Человеком В душе У меня Комфорт Но Есть Такой Момент Что Все Таки Мне Хотелось Семью И С Мужчинами Когда Я Знакомлюсь Они Чувствуют Что Мне Как будто Ничего Не Нужно Что Я Абсолютно Полностью Всем Обеспечена И У них Как сказать Они не то что боятся Но у меня с ними Какая-то Не Складывается Не Складывается Вот Вы Для себя Решили Что Не Складывается Потому Что Я И так Без Них Живу Вы Житак Воссуждаете Но Моё Внутреннее Ощущение Что Мне Вот Я Иногда О них Вспоминаю Думаю Так Мужчина Здравствуйте Дайте Денег До Получки Давай Сразу Поженимся Зачем Эти Долги Делать Вот Так Представляете К Таким Женщинам Мужчина Расположена Жениться Нет Я Думаю Что К Таким Которые В глаза Смотрят А Вы Что Глазами Смотрите Ну Я Как Я Не подстраиваюсь А То есть Вы считаете Что замуж Уходят Те Которые Подстраиваются Я думаю Что таких Больше любят И таких Большинство То есть Даже А вы Сами Вот Вы Человек Да У вас Есть Друзья Подруги Вы Реально Любите Людей За то Что Они Прогибаются Вот Вы Сами Да Ну Друзей Подруг Это Тоже Такой Момент Что В последнее Время Их Я Перестала Общаться С Митье Комплексы Чьи-то И я Поняла Что Мне Вот Одной Хорошо И я Пошла Куда Хочу Знаете Я думаю Реальная Причина Не там Где Вы Копаете Так Реальная Причина Что Во первых Вам Подождите Что Полгода Это Вообще Не Срок Думаете От Мужа На Подушке Еще Запах Не Выветрился А Вы Давайте Опять Замуж Отдохните Наберите Сил И Потом В Такое Состояние После Развода Мало Кто Мужчин Любит А Мужчины Видимо Они Как Собаки Они Это Чувствуют Все Им Это Неприятно Вы Так Думаете Ну Сейчас Такая Скотина Как Мужчина Чего Хотите От Меня Нет Давайте Вы Я считаю Придите В сознание После Развода И Я Еще Улавливаю Конечно Я Не могу По фотографии Как Говорится Не Гадаю Но Вторая Сторона Одиночества Обратная Это Страх Предотношениями Потому Что Эти Отношения Кончились Разводом И Вы Не Случайте Что Если Вы Сейчас Познакомитесь Выйти Замуж О Чем Собственно Говорите Поэтому Я вам Хочу Сказать Вам Надо Сначала Обресть Себя Екатерина 28 лет Добрый вечер Мой мужчина Обесценивает Все мои Начинания Насмешками Осуждения Его зовут Алексей Ставрополь Вот Не указано Не поддерживает В чем причина Не поддерживает Обесценивание Я считаю Не любит Вот смотрите Я очень простой Человек Если Человек Так себя Ведет С тобой То это Проявление Я считаю Не любви Причины Разные Его не устраивает Он конфликтный Он сам Не любит Себя И выливает Это на вас Какая разница Почему Если вы Человека Критикуете То вы его Не любите И это Самое простое Что вы должны Про это понять Если вы критикуете Ребенка То ребенок Считает Что родители Его не любят Ты не так Сидишь Убери руки Со стола Как ты учишься Ты ведешь себя Как дебил Последний Дебил Эту задачу Решить может Ребенок Просто понимает Что мать родная Его не любит Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Еще раз Не подскажете Ситуация такая Вот уже давно Уже год Как с лишним Узнался Что жена У жены был Такой достаточно Бурный роман Но он Как она Утверждает Что он прекратился Я конечно Пытаюсь его установить Но на данный момент Получает жена Только то что Я друг И не более Естественно Меня это не устраивает Я всячески пытаюсь Как-то Вновить отношения Но это уже Длительное промежуток Кремля И у меня Ничью Более Получается В чем вопрос Вопрос Стоит ли Все это Нет Не стоит Это есть вопрос И все Так просто Ну вы спросили Я ответил А если я человека Достаточно Уважаю Люблю Стремлюсь К этому Давайте я вам объясню Что если бы у вас Была высокая самооценка Вы себя любили Вы бы никогда Не любили человека Который не любит вас Вы Именно потому И имеете эту проблему Что ваша задача Для того Чтобы поднять самооценку Заставить жену Вас опять полюбить Вы же этого хотите Да я хочу Чтобы она вернулась Ко мне Вот смотрите Когда вы поднимете Свою самооценку И полюбите себя У вас не будет Такого желания Я не могу вам сейчас Объяснить У нас во-первых Программа скоро закончится Во-вторых Это очень сложная тема Ее за два слова Не объяснишь Идея следующая Люди с высокой самооценкой Любят только тех Кто любит их Остальные люди Им неинтересны И они их не добиваются Понимаете Или не очень К сожалению Ушел у нас Телефон Такая музыка Тихо Тихо Людям не слышно А я слышен В трубке Но кстати Это да Это проявление Нелюбива к себе Попытка другого Себя полюбить К сожалению И говорит о очень низкой самооценке И о попытке Эту самооценку поднять Добрый вечер Добрый вечер Алло Здрасте Меня слышно Да Отлично Ой Как здорово Практически видно Здравствуйте У меня такой вопрос Как Ну ладно Я объясню ситуацию В общем Ситуация проста Я схожу в зеркало Смотрю на себя Так Я не нравлюсь себе Я понимаю Что это Неправильно Я понимаю Что это так Не должно быть Но я все равно Я вижу себя Мне кажется Что я какая-то Вот Неказистая Вот Ну что-то не так Вот как вот это изменить Что надо себе сказать Вообще Как вот Я понял Накрасить это понятно Я накрасить И тебе уже нравлюсь Да нет Но вы же грудь и попу Не красите Скорее всего Правда Ну Еще чаще чего Какие-то нравятся Какие-то не нравятся Ну вот об этом Я это называю Рачлененкой Кстати Так вот Это действительно Очень распространенная Проблема Особенно у женщин Друзья мои Вы Не нравитесь себе Не потому Что с вами Что-то не так А потому Что вы В своем теле Располагаете Нелюбовь к себе Есть люди Которым не нравится Что они слабые Физические Есть люди Которым не нравится Что они пожилые По возрасту Никто не жалуется Как Никто не жалуется На ум Все считают себя умными Очень редко Когда человек Не нравится себя За свой характер Например Но то Что касается Туловище А также Головы То здесь Прямо Осередь Выстраивается Из людей Которые себя Не любят Откуда это берется Не потому Что с вашим Организмом Что-то не так А причина Заключается В том Что вы себя В принципе Не любите Но не любовь Она должна В чем-то выражаться И для многих Женщин Она именно Выражается В непринятии Своего тела Вот такая проблема Притом Обычно Обычно Не тело Целиком А фрагментарно Но когда Наша слушательница Говорит Я накрашусь Я хочу спросить В каком месте Она накрасится Чтобы себя полюбить Вы же накрашиваете Исключительно Только Сейчас я посчитаю Три вещи Ноги В районе ногтей Руки В этом же районе И лицо А остальное Это не крашеное Жходит Поэтому Я хочу вам сказать Следующее Какие надо Сказать себе слова Первое Что выросло То выросло И это мое И люблю я Это все Потому что Это мое Это я И любя себя Я полностью Принимаю свое тело Самое интересное Дорогие женщины И те мужчины Которые комплексуют Это то Что когда вы Это сделаете Вас начнут Любить другие люди Ваше тело Всем начнет Травиться И тогда Вы будете Подпитываться Чужой любовью Как бы утверждая Своей любви К своему телу Но до тех пор Пока вы себя Не любите И вы себя Не нравитесь Вы Бессознательно Ведете себя Такие Одеваетесь Таким образом Что вы Начинаете Не нравиться И ближнему Как это выглядит Например Человек Говорит Я толстый И он начинает Так драпироваться Чтобы скрывать Какие то Как ему Кажется Там Не те места Которые он Хотел бы показать Более того Он думает Что он Их скрывает А на самом деле Он себя так ведет Что он акцентирует Внимание Вот такой яркий пример У человека Нету зуба Во рту Что он делает Правильно Он его Прикрывает Рукой Как только Он его Начинает Прикрывать Рукой То он Как бы Говорит Друзья Посмотрите Где моя рука Наверное Там нет зуба Он то Думает Что он Закрывает А он На самом деле Акцентирует Внимание Если женщина Как бы Вот ходит Я не знаю В черном И еще В черном Балахоне И думает Что Она скрывает То все люди Про нее думают А что Она ходит В черном Балахоне Может она Толстая И короче говоря Вот вы должны Себя принять И полюбить Одеваться Как вам нравится А не как Вскрыть Свои недостатки И люди К вам Потянутся И люди Будут вас Любить А то что Вы пытаетесь Завалировать Любви Не вызывает Любовь В себе Друзья мои Это все Очень непросто Главная Причина Что люди Себя Или вообще Не любят У них Очень низкая Самооценка Второй вариант К которому Относится 90% Жителей Земли Они любят Себя Избирательно То есть Что-то Им нравится Что-то Они не принимают У женщин Еще такая Странная Идея Они Типа То любят То не любят В зависимости От настроения И 99% Населения Земли Еще К тому же Считает Что Любить Себя Надо За что-то И это Что-то Надо Сделать Доказав Себе И миру Что ты Что ты Себя Представляешь Поэтому Самая Сложная Тема На пути Любви К себе Это Любить Себя Ни за что Просто так Многие Вообще Не понимают Этот набор Звуков Как себя Можно Любить Ни за что Так вот От Любви К себе От Высокой Самооценки Это Синонимы Любовь К себе Это Высокая Самооценка Не Любовь Это Низкая Самооценка Зависит Вся Ваша Жизнь Насколько Вы Счастливы Насколько Вы Удачливы Насколько Вы Богаты Насколько Вы Живете В любви И вообще Живете Так Как Вы Хотите Жить Или Кто-то Съедает Этот Пирог От Жизни А вам Остаются Крошки Вот Здесь Главную Роль Играет Как раз Любовь Себе